В стране приятной во всех отношениях началась предвыборная битва за Белый дом. Пока проходят разминочные мероприятия, но и они уже свидетельствуют о том, что нам предстоит увидеть открытую, честную, бескомпромиссную схватку достойнейших кандидатов. Как и положено в стране победившего капитализма, лидере мировой демократии. Некая бесподобно честная Джин Кэролл вдруг вспомнила, что в 1996 году, 27 лет назад, когда некоторых из вас еще на свете не было, тогда еще просто миллиардер Дональд Трамп затащил ее в примерочную кабинку в супермаркете. Я встретил ее на выходе. Ей тогда было где-то 60 лет. И там изнасиловал. Я эту женщину не знаю и никогда с ней не встречался. Я понятия не имею, кто она такая. Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Я тогда уже был очень знаменит. Прямо там находится моя гостиница «Плаза». Я владею зданиями в округе. Да-да, пойдите! У нас возникла сильная химия. Может, пока бокалы вина? Хорошо бы. Пиво? А теперь она затащила его в суд. Я без понятия, кто, черт возьми, она такая. Я не знаю, кто она такая. Суд в лице присяжных решил, что изнасилования не было. Но Трампу надо заплатить 5 миллионов. Невиноватая я! Он сам пришел! Конечно же, не в ответ. Но просто так получилось, что Комитет по надзору Конгресса США, который контролируется республиканцами, прицепился к другому кандидату, ныне действующему президенту. Комитет просмотрел тысячи банковских проводок частных лиц и компаний, связанных с Байденами и их деловыми партнерами. Папочка, у Топтунова дачу отбирают. И правильно отбирают. Давно пора. Записи были предоставлены банками в соответствии с четырьмя направленными повестками. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Комитет обеспокоен сложностью подозрительной сети, включавшей в себя более 20 компаний, которую, как мы установили, Байден и партнеры использовали для личного обогащения. Это моя дача. Не стойте, умоляю вас, рабочие услышат. Пускай все слышат, это моя дача. Хантер Байден и его деловые партнеры рулили бизнесом в странах, относившихся непосредственно к сфере ответственности Байдена, как вице-президента США. Тебя посодят, а ты не воруй. Инка, Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Семью Байдена обвиняют в коррупционных магинациях и создании угрозы национальной безопасности. Цена вопроса? 10 миллионов долларов. Пока. Ой, когда все это кончится? Никогда. Субтитры делал DimaTorzok